Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла к Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим седьмую главу. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равный муж не власти над своим телом, но жена». Мы видим, что после таких вразумлений, которые апостол Павел давал в шестой главе и говорил о том, что ни пьяницы, ни идолослужители, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни блудники, ни прелюбодеи не наследуют Царствие Божие. Теперь он дает совет такой, как избежать этого всякого греха, и не только. Он говорит о заповеди Божией, которая была издревле. Мы знаем с вами в Священном Писании, в книге Бытия, где сказано, «И создал Господь Бог человека, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». «И сказал Господь, нехорошо быть человеку одному, создам помощника ему жену». И когда вся эта история известна, тогда Господь навел на человека глубокий сон, на Адама, взял среднюю часть, как сказано, ребро, но если дословно посмотреть, и в Септуагин-то будет, и еврит, еще текст еврита, более конкретно говорит о том, что жена Ева взята из средней части Адама, та, которая ближе всего к сердцу. И когда Адам увидел свою жену, Еву, Ева имя переводится как «дающая всему жизнь», то он сказал «вот плоть от плоти моей, вот кости от кости моей». То есть это, по сути, первый такой поэтический эпос в истории человечества, первая поэма, первые стихи, которые начал слагать Адам. И пока не было греха, пока грех не проник в первую малую церковь, в жизнь Адама и Евы, они пребывали в свете Божьем, и одеждами их была благодать Божия, и тела, и физиология их была совсем другая. Они были как бы, как пишут некоторые отцы, подобные, ангелоподобные. Поэтому так было в самом начале. Господь создал человека, мужчину и женщину, сотворил их. И апостол Павел здесь напоминает, что эти отношения, они узаконены Богом. Так и говорит, муж, оказывая жене должное благорасположение, подобное и женам мужу, жена не власть над своим телом, но муж, равно как и муж, не власть над своим телом, нужна. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения, в посте, молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана, не воздержанием вашим. То есть здесь апостол Павел дает очень важные советы, которые нам и современным христианам, и христианам того времени всегда, и для современных христиан того времени нам всегда остаются актуальными. Бывают такие жизненные ситуации в наших семьях, когда наступает пост, и вот один человек, он говорит, я буду воздерживаться во всех отношениях, и в половой жизни, и в пище, и как только могу. А жена говорит, я тоже буду воздерживаться, ну, например, не могу там в этом, не могу в том. То есть, может быть, даже в половой жизни. Поэтому апостол Павел говорит, все должно быть у вас по согласию. Очень хороший совет. То есть очень важно договориться в семье, чтобы не было разногласия, договориться, как, это касается, конечно, христианской семьи, как мы будем поститься. Например, наступает Великий пост. Как мы будем поститься Великим постом? Давай, вот, конечно, воздержание в пище, и при части. Это все обычная наша такая вот жизнь, да, православная жизнь, православных людей. И другие, необходимо здесь обговорить и другие проблемы, о том, о чем говорит апостол Павел. Чтобы говорить, если только уклоняетесь, то, например, договорились, первая седмица, там, может быть, как-то даже разделились, там кто-то в отдельной комнате, там молится другой в отдельной комнате. Пожалуйста, это право каждой семьи. Здесь никто не имеет права сюда так вот вмешаться какими-то своими советами, кроме того, который дает апостол Павел. Так и говорит, что жена не властна над своим телом, но муж и муж не властен над своим телом, но жена. Поэтому здесь, чтобы не было какого-то раздора, важно это понимать. Впрочем, как говорит апостол Павел, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, одни так, другие иначе. Так далее продолжает. Но здесь, как и говорит, вот есть хорошая цитата Иоанна Златоуста, свидетеля, он так и пишет. «Жена не властна над своим телом, но есть и раба, и одновременно госпожа мужа. Если ты уклоняешься от должного служения, то оскорбляешь Бога. Если же хочешь уклониться, то лишь с позволением мужа, даже на короткое время». Правда, в некоторых местах Ветхого и Нового Завета мужу дается великое преимущество. Так говорится. «И к мужу твоему влечению твое он будет господствовать над тобой». Бытие 3.16. И Павел делает такое различие между супругами и пишет. «Мужья, любите жен своих, а жена добоится мужа своего». Евесиным 5.25.33. Но здесь свидетель Иоанн Златоуст обращает внимание именно на этот текст Священного Писания и говорит, что здесь обоим приписывается одинаковая власть, ни больше, ни меньше. То есть то, что касается, если хотите, именно интимных таких отношений между мужем и женой. Так и пишет. «Здесь обоим приписывается одинаковая власть, ни больше, ни меньше». Какая же? 4 стих. «Жена не властна над своим телом, но муж равный. Муж не власть над своим телом, но жена». То есть из-за этих отношений не должно быть руганий и раздоров в семьях, что, к сожалению, в общем-то, по практике и зная так история некоторых наших, моих знакомых и прихожан, случается. Далее апостол Павел в 7 стихе пишет. «Ты бы желаешь, чтобы все были, как и я, но каждый имей свое дарование от Бога». Что значит, как и я? Апостол Павел был неженатым. Но каждый говорит, желаю, говорит, но каждый имеет дарование. То есть смотри, как тебе лучше. Как ты лучше можешь исполнить заповедь Божию и не впасть в состояние греха. Можешь вместить, как Господь Иисус Христос в Евангелии говорит, есть скопцы, которые по природе таковы. То есть есть люди, которые расположены именно к безбрачию. И так Господь им дал такую природу и такое состояние. Они могут. Кто может, говорит, спаситель вместить, тот да вместит. Поэтому здесь, в общем-то, ничего нового апостол Павел не говорит. Он только исполняет заповедь Божию. Он говорит, если имеете такое дарование, оставайтесь. Далее говорит, безбрачным же и вдовам, говорю, хорошим оставаться так. То есть если человек не женился или не вышел замуж, можете оставаться так? Хорошо. Если умер, например, остался человек вдовцом или вдовой, можешь оставаться так? Останься. Не можешь, говорит апостол Павел Далле в 9 стихе. Но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться. Действительно, нежели разжигаться, то есть нежели после этого разжения впадать в состояние блудеяний. Поэтому советуют и вдовицам, и вдовцам лучше жениться, и девица, если не может воздерживаться, и если юноша не может раздерживаться, то пусть лучше женится. Мы знаем из священной истории, и Ветхого Завета, что и патриарх Божий Авраам, он был дважды женатым. Первый раз был женат на Сааре, а второй раз был женат на... и у него был и второй брак. Но, как пишут отцы церкви, женился он не потому, что у него было какое-то рожение, но в те времена, как пишут, у него было благословение, но он женился, как пишет Блаженный Августин, ради где-то рождения и ради потомства, а не по плоской страсти. Но тем не менее, Аврааму не было никакого препятствия, чтобы жениться второй раз. Почему? А потому, что он был вдовцом. Он был вдовец, и поэтому это правило на него не распространялось, что был запрет на то, чтобы жениться и дважды. Но если не могут, говорит, воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Такое повеление, тоже известное из Евангелия. Впрочем же, я говорю о негосподь. Если какой брат имеет жену неверующую, а она согласится жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освещается женой верующую, а жена неверующая освещается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Мы видим, что апостол предупреждает, если, например, один человек, скажем, уверовал, вот женились они и вышла замуж, например, девица, а муж женился, создалась семья, были неверующими, а потом из них вдруг один стал, вот Господь призвал, и он становится верующим. верующим, то если в какие-то разлады наступают в семье, и причиной не должно, причиной развода не должно являться то, что этот муж неверующий, а я вот уверовала, или я уверовала, а жена неверующая. Это не причина для развода. Апостол Павел так и пишет, что должен жить с этим человеком. Причина мы знаем, какая может быть разлучение. это смерть и вина прелюбодеяния, причем доказана вина, или как еще в церковной экономии говорится, ну, крайне сумасшествие, если там есть угроза жизни, например, детям и жене, это уже дело церковного суда. Вообще, вот эти вот два правила, то есть смерть, либо супружеская измена. А если один неверующий, а другой верующий, нет, поэтому апостол Павел даже говорит, что неверующий муж освещается верующей женой, и неверующая жена освещается верующим мужем. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Видите, как далее апостол продолжает. Он говорит, инициатива развода не должна от вас исходить по причине того, что, то есть это не причина разводиться, если человек неверующий. Но если неверующий не хочет с вами жить, то это его право, он может разводиться, но вы не предпринимаете попытку развода, как верующие люди. Так и говорит, если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призывает нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? То есть здесь апостол Павел говорит о том, что живя в браке с неверующим, откуда ты знаешь? Может, это действительно промысел Божий, такое предназначение, твое жена или твое верующий муж, чтобы этого человека спасти и привести ко Христу и в Царствие Божие. Есть такая история, записанная в Древнем Петерике, когда однажды неверующий муж, язычник узнал, что его жена уверовала. И, конечно, как язычник он не мог терпеть, что в те древние времена его жена уходила, например, на ночные бдения, на пасхальные службы. Там начинались они и в три ночные службы, и в три утра, и, может быть, еще и раньше. И он видел такое вот слование, которое в древности давали христиане друг другу, и мужчины, и женщины. Ну и сейчас некоторые это делают, и язычник это не мог, конечно, терпеть. Для него это все было унизительно, как-то куда-то его жена уходит, творит дела милосердия, посещает в тюрьме людей, которые были посажены туда за вероисповедание. И вот один такой язычник предупреждал свою жену, еще раз пойдешь, и я тебя сожгу в печи. А у него была огромная печь, он был кузнецом. И жена тайно уходила, потому что она любила Господа и старалась ему служить. Но однажды он не выдержал уже, и вся улица, на которой жил этот язычник, знала, что его жена стала христианкой и знала эту угрозу ему. И вот однажды жена уже утром после пасхальной службы шла домой, опустив голову. Она знала, что ожидает, и вся эта улица высыпала, и видела, как раскаленная эта печь, которую этот кузнец растопил, она же горела, гудела огнем, и издавала звук. И тогда она шла, и уже шла спокойно, знала, что с ней произойдет, она знала, что муж ее жесток, и он исполнит свое слово. И когда она подошла, уже все смотрели, что же будет дальше, он стоял на пороге. И она сказала, ну что ж, как есть, так есть. Я люблю Господа и Спасителя Иисуса Христа, и я знаю, что ты меня сожжешь, но я прощаю тебя и люблю, дорогой мой муж, и предаю тебя в руки Христовы. Когда он услышал эти слова, сердце его размякло, он неожиданно присел на порог, опустил голову и заплакал. Он сказал, если твой Бог способен действительно, и меня вот такого, я знаю, что моя решительность была, я действительно был готов тебя сжечь за это, но твои слова глубоко проникли в мое сердце, я верю, что это Бог коснулся меня, я тоже теперь христианин. Вот удивительная такая история, она на самом деле простая, но достаточно поучительная. Поэтому и сказано, почему ты знаешь, жена не спасешь ли мужа, или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены. Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто? Обрезанным не скрывайся. Призванный кто необрезанным, не обрезывайся. То есть здесь апостол Павел снова обращается к коринфской общине, как мы помним, Иране, где была вот эта вот сложность. Были и иудеи, которые были обрезаны, и были коринфяны, язычники, ели, на которые входили и крестились. Он старается при всяком удобном случае этот раздор в церкви всячески как бы так аннулировать. Поэтому напоминает об этом и далее говорит, что обрезанное ничего и необрезанное ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый, оставаясь в том звании, в каком призван. Раб ли ты призван, рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Здесь апостол говорит о том, что в каком звании призвано, в таком и ходить. И говорит, если ты рабом призван, не смущайся, то есть не думай, что твой статус, раба, он как-то влияет на твое спасение. Не думай, что твое служение, какую бы должность ты в этом мире социальную не занимал, как-то может либо повредить, либо как-то наоборот помочь тебе войти в Царствие Божие, то есть твой социальный статус. Если, конечно, он только не сопряжен с каким-то деланием греха. Поэтому, он говорит, рабство своего не стыдись. Ну, если, говорит, есть возможность, ты можешь от этого избавиться и стать свободным, но на самом деле это никак не повлияет на свое спасение. Поэтому апостол Павел, дальше в 22 стихе, так и продолжает свою мысль и говорит, ибо раб призван в Господе, есть свободный Господа, равный признай свободный, есть раб Христов. Вот это очень важное замечание, которое делает апостол Павел, и на нем нужно остановиться. Например, Феодорит Кирский пишет по этому поводу, «Раб ли ты призван, не смущайся, но если сможешь сделать свободным, то сделайся». И опять говорится, «И призван свободным, есть раб Христов». Вот Феодорит Кирский пишет, цитата. «Это преувеличенный образ речи апостола употребил не случайно, но убеждая не избегать рабства под предлогом благочестия». Конец цитаты. То есть, снова и снова нужно повторить, что никак не мешает состоянию человека, как говорят, ну может быть, это хорошо будет проиллюстрировать даже хорошие русские пословицы, «бедность не порог». То есть, это не главное, какой у тебя социальный статус. Еще хотелось бы несколько слов сказать, что «и призван свободным, есть раб Христов». Раб Христов. Апостол Павел все свои послания начинает «я раб Христов». Очень многих людей смущает это слово и говорят, вот вы там рабы, можно это слышать и со стороны неоязычников в сегодняшнем современном мире. Но есть и другой текст Священного Писания, который содержится в Евангелии, это слова Спасителя, 15 глава, 15 стих Евангелия Атаана, где сказано «я не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями». Поэтому прежде чем стать друзьями Богу и сыновьями по благодати, апостолы желали быть рабами Христа, дабы избежать своеволия. Это очень важное замечание, быть рабом Христа, дабы избежать своеволия, дабы исполнить те слова молитвы, которые мы произносим ежедневно и неоднократно в течение дня. «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли». Не быть рабом Божьим означало, в общем-то, потерять свободу по своеволию, потому что только раб исполняет волю Господина Своего. В утреннем правиле мы с вами молимся Господу Иисусу Христу, где есть такие слова. «Но или хочу спаси мя, или не хочу Христе спаси мой при дворе, скоро-скоро погиб Бог». То есть мы говорим, Господи, нашу волю, в которой часто есть поползновение ко греху, преврати и сделай так, чтобы не по нашему даже желанию, не по нашему хотению, в которой всегда в наших хотениях есть поползновение к страстям, «но ты предвори, ты спаси, или хочу, или не хочу». Поэтому уход в своеволие, как в богословии, в модных сегодня теориях Талааугуменов, так и в жизни, это образ беглого раба от Господина Своего, а по сути отречение от крестоношения и сошествия с Голгофа, пути спасения, а значит, отречение от промысла Божия и от Христа. Как апостол Павел в этом же послании, в 9 главе, чуть позже, так и пишет. 9 глава, 19-22 стих. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя». Для чего же? Для служения Богу и ближнему. «Ибо, будучи свободен, пишет апостол Павел, от всех, я всем поработил себя, по своей волею. Дабы, зачем? Дабы больше приобрести. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как беззаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых законов, как чуждые законы. Не будут чуждых законы перед Богом, но подзаконен Христу. Чтобы приобрести чуждых законов, для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Поэтому будем помнить, что прежде чем стать друзьями Богу и сыновьями по благодати, апостолы желали быть рабами Христа, дабы избежать своеволия. Итак, апостол здесь снова напоминает, что вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков. Действительно, как сказано, кому вы служите, тому вы и рабы. А Бог — это абсолютная свобода. А все наши страсти, которые человек делает по своей воле, это на самом деле и есть порабощение себя. И вот как-то говорил, ну, порабощение себя страстям, как-то говорил о том, что однажды в школе была такая нравственная беседа, нравственного характера. И я говорил учащимся о том, о сквернословии, о том, что чрезмерное винопитие, да и в возрасте юношеском совсем не полезно, тем более и курение и прочее. Такие вот, то, чем увлекаются сегодня подростки. И ко мне один человек подошел, говорит, ну, слушайте, вот вы говорили еще и о свободе. Ну, где же свобода? Вот я если хочу, курю, хочу, пью, а вы не можете ни курить, ни пить. И тогда я ему ответил, знаешь, как апостол Павел говорит, некогда и вы были такими, но теперь осветились, омылись. Когда-то, может быть, человек и был порабощен этой страстью, курил и пил. А я у него спросил, а ты, вот я, например, почему ты так считаешь, что я не могу, могу и курить, могу пить, но я этого не хочу. И я этого не хочу, и я это преодолеваю с помощью Божией. А ты, говорю, можешь не курить? Он говорит, ну, это надо бросать. Я говорю, а выпивать не можешь? Говорит, ну, я уж привык по выходным с друзьями, я говорю, тут видишь, кто из нас раб, а кто свободен? Я это могу, все мне можно, но не все полезно. Ничто не должно обладать мною, но тобой эта страсть уже обладает. Он так, да, интересна эта философия. Я говорю, нет, это не философия, это слово Божие. К этому все равно интересно. И действительно, как и сказано, вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков и человеческих страстей. В каком звании кто призван, снова повторяет апостол, «Братья, в том каждый и оставайся перед Богом». Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Снова приходит к этой теме. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. То есть он опять говорит о вдовстве или говорит о том, о чем говорил раньше. Если неверующий, например, захочет развестись с верующим, то жена здесь и муж здесь не будет связаны узами брака. Поэтому может жениться и выйти замуж. Но апостол снова говорит, но если лучше, конечно, если уж потеряли и муж и жена, оставаться так. А если женитесь и говорит, будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как бы не имеющие. То есть вся церковь, в общем-то, как и тогда, так и сейчас, должна то, что исповедуют, и этим жить. Это называется исхатология. То есть ожиданием. Как мы с вами в Симольвере поем паке грядущего со славы судите живым мертвым, его же царствию не будет конца. Как сказано, никто не знает, в какой час придет Господь. И как мы в молитвном правиле, опять же, молимся внезапно судья о приидках и гордеяне обнажаться. И поэтому апостол говорит о том, что лучше вам оставаться, как уже и не имеющих жена, как не имеющий муж, а муж, как не имеющий жену. Что здесь имеется в виду? Опять же, апостол говорит о том, что если можете жить, как брат и сестра, то живите. То есть по согласию, опять же. Все должно быть по согласию. Если один не может, а одна может, то тот, кто может, должен смириться перед тем, кто не может. Для немощных, как говорит апостол, я стал как немощный. Да, для беззаконок, как беззакон и сам не чуж закона. У блаженного Августина, по-моему, есть такие слова. Он говорит, если ты даже уже до третьего неба вознесся, но видишь, что брат твой погибает, спустись с этих небес и протяни ему руку. Ибо сам Христос уничижил себя, принял взрак раба, нас ради человека и нашего ради спасения. «И плачущий, как не плачущий, радость, как не радующийся, и покупающий, как не приобретающий». То есть здесь апостол говорит, не привязывайтесь к этому миру. «Пользующийся миром сим, как не пользующийся, ибо проходит образ мира». А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Здесь апостол Павел снова прибегает к той мысли, он говорит, что я считаю, что именно так можно лучше послужить Господу, когда человека не связывают какие-то семейные узы. Но тем не менее возвращается опять к теме такой, к этой же теме, с чего он и начал, что ну если все же человек женат и уже замужний, то разводиться ради того, чтобы усовершенствоваться не стоит. А и опять же снова всегда везде оговаривается, если только по согласию. Тут очень важное замечание, что все в семье, во всей семейной жизни нужно делать по согласию. Очень многие наши ссоры, которые часто бывают ну просто ни на чем-то, из-за мелочей, они происходят из-за недоговоренности друг к другу. Нужно все говорить, стараться, находить эти формы, да, находить эту возможность, обязательно все обговаривать. Что мы думаем, особенно, что касается вопроса духовной жизни. Не замужний заботиться о Господнем, как угодить Господу, говорит. Потом говорю, это для вашей пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприлично для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Видите, снова апостол возвращается к этой мысли. Главное, чтобы человек видел, как ему лучше угодить Богу, и не было из-за этого никакого нестроения, как внутреннего, так и внешнего. Ну, как непоколебимо тверд сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. То есть, если человек решил, так хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. Жена связана с законом, доколь жив муж ее. Если же муж умрет, он снова здесь приходит, говорит о вдовстве. Если муж умрет, свободно выйти за кого хочет. Только в Господе. Видите, вот здесь уже апостол Павел предупреждает. Если там он раньше говорил, что есть, скажем так, брак верующий и неверующий, это не значит, что он позволяет браки с неверующими. Вот это, кстати, надо было об этом тоже там сказать. Ну, и здесь апостол Павел нам оставляет место и сказать здесь, говоря далее об этом. Что есть такая, ну, на мой взгляд, не знаю, конечно, каждый должен советоваться своим духовникам. Но, на мой взгляд, я видел много этих историй, когда неверующая, когда верующая девица, вот сестра во Христе, она выходила замуж за неверующего и думала, что вот я его как раз обращу. Лучше сделать наоборот. Лучше сначала обратить, а потом выйти замуж. И мужчине лучше сначала, если неверующая девица, обратить ее ко Христу, привезти ее в Церковь Божию, а потом уже жениться. Часто видел я эти истории, когда выходили или замуж за неверующего, или женились на неверующего, все кончалось печально. Все кончалось печально, кончало, и истории были не очень такие христианские, скажем, и были разводы. Но только поэтому апостол здесь предупреждает, видите, жена связана с законом, доколе муж жив ее, если же муж умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе, то есть только за верующего. Но она обложение, если останется так по моему совету, думаю, и я имею Духа Божия. То есть апостол говорит, что и по моему совету, но и также предваряет тем, что я говорю это и Духом Святым. Вот такая глава, очень важная, на мой взгляд, ее хорошо поисследовать и дома, хорошо действительно посмотреть еще дополнительные толкования, потому что она касается нашей семейной жизни, которая, к сожалению, у многих и православных христиан, не говоря уже о внешних людях, живущих по своим таким правилам и по стихиям мира сего, достаточно расстроена. Поэтому, чтобы все в нашей жизни семейной было чинно и красиво и избегать всяких различных раздоров, необходимо действительно вникать в эти тексты Священного Писания. А для тех, кто еще не создал свою семейную жизнь, конечно, необходимо прибегать к советам апостола Павла, который здесь дает их так, рассыпает по всей главе в множестве. В завершение нашего сегодняшнего изучения, седьмой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, я хотел бы вас призвать и проверять свои знания Священного Писания. Теперь на сайте xg.ru есть викторина, которая так и называется — «Проверь свои знания». Известно, что когда человек читает, он запоминает, условно скажем, 20%. Когда читает и слышит — 50%. Когда читает, слышит и повторит, то в районе 70%. Поэтому для нашего запоминания, для того, чтобы по совету преподобного Серафима Саровского, что, как он говорит, ваш ум должен как бы находиться всегда, плавать в священных строках Священного Писания, такая проверка будет полезна. Заходите на сайт xg.ru и участвуйте в викторине. Проверь свои знания. Субтитры создавал DimaTorzok